Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Юр, ты сдурел что ли? Смотри, куда бежишь! Вообще, как с Яриком поссорился, так совершенно как сумасшедший. Ты опять тряпки на огороде жгла? Ну просил же, и так дышать нечем. Миша, какие тряпки? Я с утра на рынке была, а тебе ж селёдочки захотелось, ну? А дым откуда? А ну, держи. А чё за дым-то? Ярик! Ярик! Миш, чё там? Ярик! 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 Люся, Люся! Пожар! Вызывай пожарных! А то и мы сгорим, чертовой матери! Давай, давай! Ой, мужики! Пожар! Ой, мужики! Пожар! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я к сараю тушить подбегаю, а там Ярик горит. И откуда вы узнали, что это Ярик? Так по кроссовкам. Чего? Чего? А я знаю, кто Ярика сжёг. Я ж когда сюда шла, меня Юрка чуть с ног не сбил. Вон муж всё видел, расскажи, Миш, как было. Ну да, бежал, как у гориллы просто. Угу. Да он ему всё время угрожал. Говорит, убью тебя. Ярик ему деньги должен был. А фамилия у Юрки есть? Есть. Лукьянов. Да. Вон там, через три дома живёт. Через три дома. Я понял. Всем привет. Моё почтение, Олег Анатольевич. Инга, утром прошла мимо меня, так словно мои незнакомые. А может быть так и есть? У меня отличное ощущение, что я тебя вообще не знаю. А что-то случилось? Да, случилось. У нас здесь человек заживо сгорел. А всё остальное на совещании. Вот тут, знаете, Инга Викторовна, я с вами в корне не согласен. Вот, если бы он сгорел заживо, труп принял бы позу боксёра. Вот так. Зиновий Викентьевич, вы мне лекцию по судебно-медицинской экспертизе для студентов четвёртого курса решили прочесть. Благодарю вас, очень полезная информация. Я как раз прогуливала четвёртый курс. А почему бы нет? Я старше, значит, опытнее. Так вот, что мы видим здесь? Труп лежал, как сейчас, прямо ровно. Я думаю, его убили где-то, сюда привезли для утилизации. А как вам такой вариант, Зиновий Викентьевич? Его оглушили по голове и бросили здесь, чтобы он угорел. Или он был в стельку пьяный, или он был под чем-то. Это просто банально, и вот и всё. Да, точнее определить причину смерти можешь? Да. Да, могу, после вскрытия. Ещё есть вопросы? Да, есть вопросы. Я хотел бы поговорить с тобой наедине, чтобы понять, что происходит. Не мешайте мне работать, Олег Анатольевич. Я не буду мешать. Мне придётся передать это дело другому следователю, и я хотел, чтоб ты об этом знал. Слушай, подбрось в бюро. Инга Викторовна, вы уверены, что он сгорел заживо? Женой Викентьевич говорит, что тело будет… Ростик, ты бы поменьше его слушал. Он причину смерти ещё ни разу верно не установил. Смотри. Первое, на что мы обращаем внимание. Глаза зажмурены. Видишь складки кожи вокруг? Да, трупы не жмурятся. Вот именно. Теперь смотри дальше. Дыхательные пути обожжены. В гортане копоть. Угу. Ещё есть вопросы? Возьми у него кровь на все виды токсинов. Алло. Да, могу очень быстро. Хорошо, давай поужинаем. Да, давай пока. Инга Викторовна, срочно. Степан Степаныч желает вас видеть. У него вопросы по вашему трубу. Я ещё не закончила с телом. Советую пойти. Он, знаете, весь какой-то такой закаточный. Угу. На это стоит посмотреть. Ростик, кровь. Да, так ближе. Ростик. Олешка, я отвлеку тебя ненадолго. Михалыч, привет. Конечно. Проходи. Как дела? Хорошее дело ты мне подсуетил перед уходом на пенсию. Считай, почти раскрытое. И мне напрягаться особо не довелось, да и начальство довольно. А это тебе. Хочешь забрать подозреваемого? Вот ничего от тебя не скроешь. Ну, если честно, да. Да не вопрос. Кое-что у него узнаю, подпишу бумаги и всё. За полчаса управишься? Управлюсь. Ну и лапушки. Присаживайся. Спасибо. Уф. Вы звали, Степан Степанович? Да, проходите, садитесь. Если вы насчет тела, то я еще не закончила с ним. Подожди-то тело. Какое тело? Это дело вообще будет сейчас передано другому следователю. Олега отстранили. Так. А что это меняет? Да всё меняет. Этот следователь, он прикрепил к этому делу своего судмедэксперта, которому больше доверяет. Понятно. В общем, так. Я получил это письмо оттуда. Объявлен конкурс. Так что, если кто-то из вас не успел подать заявку на это мое кресло, он должен поторопиться, иначе может не успеть. Степан Степанович, ну что вы на меня смотрите? Инга Викторовна тоже, кстати, подавала свою кандидатуру. Вот. Вам в каком кошмарном сне это привиделось? Как это в каком? Вы мне сами говорили? Вы… Зиновий Викентич, вы такой доверчивый. Вы всему, что я говорю, верите? Инга, так ты… ты не… Да какой конкурс? О чем вы вообще оба? У меня своих дел, что ли, нет? А, то есть я отстранена? Да. Понятно. Хорошо? Пойду тело к отправке готовить. Да, иди готовь. Тело к отправке. Угу. Ну так что, Зиновий Викторович, как это понимать? Понимать. Знаете, Степан Степанович, я отвечу вам метафорически. Так вот, у нас в подъезде вот, жило два котенка. И один вздох. Это называется естественный отпор. Честь имею. Ключ от наручников дай. Выйди, пожалуйста. Ну, спасибо тебе, Олежка. За все спасибо. Ну, как, давай поговорим, как простые люди. Ну, о чем нам с тобой разговаривать? Мне по твоей милости пятнадцать лет светит! Пятнадцать! Олег! Так, Юра, если это сделал ты, признайся, чистосердечное может скостить тебе год-два, а иногда даже пять. Да не убивал я, Ярик, а не убивал! Я уже говорил, не убивал! Не было мне смысла его убивать! Может быть и не было, но соседи видели, как ты ему угрожал не раз. У тебя был мотив, у тебя была возможность. Да! Но я не убивал. Детьми клянусь. Ладно, из-за чего начали ссориться? Говорят, что вы были лучшие кореша. Денег он у меня одолжил. Обещал через месяц отдать. Месяц прошел, он не отдает. Потом два, потом три. А деньги я взял из тех, что мы на ремонт откладывали. Ленка пилит, ремонт начать не можем, но я и психанул! Ну и что дальше? Встретил Ярика, он говорит, что на работу устроился аптечный склад. Обещал, как аванс получит, так часть денег и отдаст через три дня. Так, а через три дня это сегодня? Ну да. Я и пришел. Стучу, стучу, никто не открывает. Думаю, опять обманул, гад! Я уже хотел уходить. Смотрю, сарай горит. Там дыма столько было, я заглянуть побоялся. Я ж не знал, что он там. Олег, как думаешь, у меня есть шанс, если настоящих убийц найдут? Есть. Искать буду не я. По закону не положено, мои родственники. Инга, слушай, ты можешь сказать наконец-то, что между нами происходит? Между нами? А вы ничего не путаете, Олег Анатольевич? Да какая муха тебя укусила, а? Никакая меня муха не кусала. Инга, у меня вопрос по делу. Хорошо, я слушаю. Если погибший сгорел заживо, почему он не пытался выбраться сам? И почему соседи не слышали криков о помощи? Вот это дело меня сейчас интересует. Меньше всего. – Карета Плодана? – Привет, Марк. – Привет. – Я сейчас. Да. Как дела, товарищ Летошель? Все прекрасно. А вы здесь по делу или как? Да нет. Вот с Ингой решили поужинать. Возобновить, так сказать, наши отношения. Удачи вам. Спасибо. Хорошего вечера, Олег Анатольевич. Продолжение следует... Хорошего вечера. «Хорошего вечера, Олег?» ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ты чего, начальник? Это же я. Вижу. Двери закрой. А? Двери закрой. Ага. Идем. Куда? Туда. Зачем? Затем. Не люблю, когда мне врут. А чего я соврал? Я не знаю, чего ты соврал. Там разберемся. Да не брал я ничего. Ну, говорил же ему. Документы я на дом искал. Да все, Люська, жена моя. Сходи, сходи. Сходил. А зачем вам документы на дом? Ну, так это, у него же из родственников-то никого. А жена моя, Люсенька, она ему двоюродной теткой приходится. Ну, говорит, найди документы, спрячь, дом-то без присмотра. Ну, мало ли чего. Так, а что ж ты там с фонариком, как вор шастал? Так, Света ж нет. Во время пожара провода перегорели. Ах, я понимаю. Вы хотите все на меня повесить? Типа это я, племянника моей жены, Люсеньки, специально замочил, чтобы дом загробастать? Да вы что? Нет, он, конечно, не то, чтобы сильно близко, но, но все ж таки родня. Да, родня. А что вы мне еще утром не рассказали? Да, все сказал. Все. Хотя, вы знаете, его к дому микроавтобус подвозил. О, ну, незнакомый. Все? Все. Ладно. Серега, забирай. Олег, а вот ты перескажи мне, зачем ты туда пошел? Лена мне позвонила, жена Ювы. Говорит, у Ярика в доме кто-то ходит с фонариком. Михалыч, не мог мой брат убить. Ну, я его с детства знаю. Ну, не мог он. Ну, ты ж понимаешь, родственники никогда не верят в вину близких, даже если она доказана. И ты тоже не можешь быть адъективным. Да. Зачем ты тело у Инги забрал? Она же неперевзятый эксперт. А я привык работать со своим экспертом. Точно так же, как и ты со своим. Слушай, Олег, а ты пошел бы в отпуск, а, или занялся каким-то другим делом. А я тут сам разберусь. Я на пенсию хочу красиво уйти. Сечешь? Секу. Ну, вот и все. Доброе утро. Инга Викторовна, здравствуйте. Привет, Ростик. Я понимаю, что это уже не актуально, но я закончил анализ крови сгоревшего. Вы только посмотрите. Вам будет интересно. У него нет в крови ни седативных, ни наркотических веществ. Это очень странно. А я что говорил? Получается, задачка. Держи. И Степан Степанович затеял собрание. Он очень злой, просил не опаздывать. Я не умею не опаздывать. Ты просто невероятный, Степанович. Ну, как такое возможно? Они считают, что Ярослав Бойцак был задушен. И они поняли это по сломанной подъязычной кости. Это значит, что мой брат Юра получит срок по полной. Тем более, что у них есть свидетель, который видел, как он ему угрожал. Олег, не горячитесь. Я вас прошу. Олег, я понимаю, брат, я понимаю, обидно, но ты уверен, что это не он убивал? У тебя доказательства есть? У меня нет доказательств, но это не он. Можно? Инга, ты уверена, что этот Ярослав был сожжен заживо? Конечно. А что, у кого-то сомнения есть по этому поводу? У меня нет. Твой коллега, который тело забрал, считает, что он был сожжен посмертно. Да он может считать все, что угодно. А я, даже не имев возможности изучить тело досконально, могу сказать твердо, что во время пожара погибший еще дышал. Что и требовалось доказать. Привет. Привет. Так как сюда прошло? Женские чары. Вилка, мы с тобой как-то в прошлый раз не на той ноте попрощались. Мне показалось или ты обиделась? А должна была? Ну, не знаю. Ты сама говорила, что Олег тебе без надобности. А я девушка одинокая. Я замуж хочу. Ну, так это же здорово. Выходи. При чем здесь я? Вилка, ну, может, с тобой подруги? Если у вас с Олегом что-то... Хотя, о чем я говорю? Зачем тебе нищий следак, если за тобой твой бывший муж бегает? Давай, колись. Что там у вас с Марком? Света, давай договоримся. Вот это тебе не касается вообще. Слушай, прости, у меня оврал там. Мне надо бежать работать. Ростик, ну, хотя бы что-нибудь там в этих анализах было, а? Что-нибудь интересное? Или необычное? Мне смутило вещество, найденное на одежде Ярослава. Так. И также частицы обгорелого полиэтилена. А если его обернули полиэтиленовой пленкой для того, чтобы обездвижить, и в таком состоянии бросили умирать в горящем сарае? Ну да, как же по-другому объяснить? Версия. Инга Викторовна, а почему у нас забрали тело? Только не говорите, что это из-за того, что подозреваемый двоюродный брат Олега Анатольевича. Но вы же не заинтересованное лицо. Спасибо, что напомнил. Бюрократия. Олег Анатольевич, мне нужен повторный осмотр тела, и как можно быстрее. Тоже думаешь, что тут сшито все белыми нитками? Я ничего не думаю, надо все перепроверять, и для этого мне нужен доступ к телу. Ну, я попробую поговорить с новым следаком. Договоритесь, это и в ваших интересах. Инга! Держи. О, я так понимаю, по-любовому договориться не удалось? Не ворочи. Тебе ж не впервой жмуру воровать. По голове себе постучи. Че надо? Ну, угадай с первого раза. Жмура пришли собирать. Открывай ворота. Проходите. Что ночь, что день. Кантуйте этих шмуров туда-сюда, туда-сюда. Ростик, быстрее. Ткань на анализ. Инга, хоть какая-то зацепка есть? Сейчас Ростислав Валентинович сделает анализы, и можно будет о чем-то говорить. Чашку Петри. Кого? Круглое, стеклянное. Угу, благодарю. Так, а это что? Что там? Пробирку. О, пробирку вы знаете. Вы без перчаток. Так, Олег Анатольевич, если вас не затруднит, пожалуйста, я к Ростиславу Валентиновичу в лабораторию. Да, Инга Викторовна. На легких кристаллы желтого цвета. Ростик, ускоряйся. Постарайся, Инга Викторовна. Инга Викторовна, практически все готово. Да. О! Молодцы. Инга, нам пора сколько дней еще? Долго? Ты кому там по ночам не спится? Я сейчас разберусь. Давай. Уголенный. Дядя Степ, здрасьте. А что вы здесь делаете? Что ты здесь делаешь? Я работаю. А вам что, не спится, да? Перед тобой я еще не отчитывался. Я иду отчетом заниматься. А ты что там у тебя? Ты что, баб сюда водишь? Ты знаешь, что с тобой и со мной твоя мать сделает, если узнает об этом, а? Да. То есть, нет. Дядь, все. При чем тут девушка? Инга? Олег? А это что за самодеятельность? Вы что, обалдели? Вы знаете, что с нами сделают, если узнают об этом? Мы все вернем. Об этом никто не узнает. Степаныч, это я уговорил его. Это неправда. Я помогаю, потому что кто-то пытается замять дело. А я не хочу, чтобы в тюрьму шел ни в чем не повинный человек. Так. У тебя есть доказательства? Да, есть. Он горел заживо. Он не мог двигаться. Об этом говорят. Позов, которые его нашли, отсутствие криков о помощи и отсутствие попыток выбраться самостоятельно. Он был пьян. Нет. Кровь чистая. Ударили по голове. Был без сознания. Нет. Его не били по голове. Я осмотрела тело. У меня было достаточно времени. Да. У него действительно сломана подъязычная кость. Но угарным газом он надышался до того, как его убили. Степаныч, это мой брат. Я должен был во всем разобраться. А если нет, это все. Так. Олег, ты вообще не ведешь это дело. Ты, Инга, кстати, тоже. Так что давайте, убирайте эту самодеятельность, пока я ее не увидел и туда, на черный ход. Ладно, я сам. Ладно. Я спать. Ну, я тогда... А я с тобой еще не закончил. Пойдем. Инга, почему так поздно? Или, вернее, почему так рано? Пап, я так устала. У меня даже нет сил придумать ответ. Нет. Хочешь, обрадую тебя. Очень. Это что? Книга моя. Ее все-таки издали. Издали совершенно бесплатно. Ты что, не рада? Ты что, пап? Нет, я очень рада. Я горжусь тобой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, алло. В девять. Ладно. У меня есть еще целых три часа на сон. Иди спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, пап. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А в бюро не могли поговорить? Ну, во-первых, не хотел подставлять Степаныча. А во-вторых, в бюро это официальный разговор. А тут все-таки дружеская беседа. Согласна? Ну, может, ты и прав, что не стоило говорить в бюро. Как дела с телом? Сдал? Да. Дежурный сменился. Вопросов не задавал. Чай будешь? Ну, давай. Как у тебя дела? Что новенького? Ну, смотри, что я знаю от Ростика. Ярослава задушили. Но у него в носу частички копоти. И это говорит о том, что он горел заживо. И если он горел заживо, то точно не в том месте, где обнаружили тело. Об этом свидетельствуют микрочастички серы и следы полиэтилена. Подожди, то есть он горел заживо, его задушили, опять подожгли и тело было обмотано полиэтиленом? Кому это надо было? Не знаю. Может быть, как это с его прошлой работой связано? Да, может быть. Но я выясню. Да, Ростик, говори. Ты на громкой. Инга Викторова. Кристаллы, обнаруженные в легких Ярослава, не что иное, как амфетамин. Нет, Ростик, это невозможно. Амфетамин не кристаллизуется в легких. В том-то и дело. Это не обычный амфетамин. А с высоким содержанием моноклинной серы и модифицированных углеродов. Ростик, привет. Это Олег. Слушай, нужно искать на черных сайтах продажи наркотиков и всех этих компонентов. Давай, Ростик, Рой. Ты же бог интернета. Мы в тебя верим. Как что-то делать, так сразу Ростик. А как отчитываться? Утро вы меня оставляете один на один со Степаном Степановичем. Знаете, что мне пришлось от него выслушать? Между прочим, Инга Викторовна, я вас всегда прикрываю перед Степаном Степановичем. Ростик, не занудствуй. Давай ищи. Я, конечно, могу ошибаться, но вид этой дури в нашем городе не продается Инге Викторовну. Ясно. Спасибо. Так, если в нашем городе это не продается, значит это варится в нашем городе. Это почему ты так решил? Ну, потому что они не дураки и понимают, что продавать там, где ты варишь, это опасно, рискованно. Можно спалить и себя, и лабораторию. Где тогда этот Войцек его нашел? Без понятия. У него на одежде обнаружены частички фенила. Фенил используют для варки амфетамина, но амфетамин не распадается, а это значит, что это его составная часть. И значит, что Ярослав был варщиком в этой нарколаборадоре. А полиэтилен – это его рабочий костюм. Вот так все сходится. Так, мне нужно кое-куда съездить. Ты со мной? По работе? Поехали. Скажите, а Ярослав Войцек был на работе четыре дня назад? Понятия не имею. Как это? Вы же директор. Я был в командировке. И вообще, ваши люди приходили, все рассматривали, расспрашивали. Ничего нового я вам не скажу. Скажите, а у вас есть ночная развозка людей после смены? Нет. Может, кто-то кого-то и подбрасывает, если по пути. Но я за это точно не отвечаю. У вас еще есть вопросы у меня? Нет. Да, и хотелось бы из клада смотреть. А у вас есть, Эвальдар? Нет. Ну, вот когда будет, тогда и приходите, я вам все покажу. К тому же, ваши коллеги забрали все вещи Войцика, на его месте работает уже новый человек. Правда? Так быстро замену нашли? Ну, а что вы хотите? Жизнь продолжается. Действительно. Собака. Он врет. Я бы его держал, но он. Собака. Он врет. Я бы его держал, но он. Звучит музыка. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас здесь не бесплатная стоянка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все провел? Половину. После пожара варим меньше. То, что вам нужно. Восстановим кастрюлю, будете варить больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА